Здравствуйте! Как обычно, в конце ноября, сегодня 30 ноября, я показываю, что цветет, что собирается зацвести и что развивается. Вот это вандовое дерево уже в законченном виде. Правда, не все орхидеи еще повешены. У нас сегодня только первый день холодов, ночью было минус 2, и я практически занесла все свои орхидеи, кроме дендробиума нобеля и цимбидиумов. Итак, что же у нас собирается зацвести? Вот этот реанимированный фаленопсис выпустил большую цветочную стрелку на детки другого реанимированного фаленопсиса. Сегодня у меня тут был полив ванд, так что не обращайте внимания на все эти чаны с водой. По всей видимости, он выдал детку. И вот этот фаленопсис, это Джокер, выдал цветонос. И наша Эхмея выдала цветочки, вот эти синенькие ее цветочки. Она еще только начинает их распускать. Я в прошлом видео допустила неточность. Вот этот розовый, это не цветок. Как меня правильно поправила одна подписчица, это предцветник. Ну, как всегда, тороплюсь, еще и языки путаю. Когда он полностью рассветет, я обязательно его покажу. Итак, наш Непентез очень бурно наращивает новые листья и маленькие кувшинчики. Я попробую сейчас подлезть сюда. Его все-таки придется укоротить, так как он... Посмотрите, куда уж я. Я просто не могу ходить здесь. Он у меня стоит наверху. Ну вот, такие вот у нас огромные ветви. Кувшинчиков у нас тут много, очень мелких. Минуточку. Не подлезешь, его и не повернешь. Он очень крупный стал. Такие вот мелкие кувшинчики. И совсем маленькие-маленькие-маленькие есть. Вот они. Новый Непентез, который я взяла не так давно, он тоже идет довольно хорошо. Вот он выдал мне новые детки. Их раз-два. И одна на стволике. Три. И продолжают наращивать вот такие вот большие ветви. Остальные хищники, хищные растения я тоже занесла сегодня. Кстати, надо было немного пораньше занести. Надо будет почистить. Вот видите. Мы даже с мухой. Они продолжают цвести. Маленькие цветочки. У нашей котлеи продолжается бурный рост деток. Вот видите. Раз, детка. Вот она. Два. Вот здесь пока еще не начала. Три. Четыре назревает. И вот она пять. Пять деточек. Ее я тоже уже занесла. Будет висеть на окне. Дендробиум фаленопсис. Начал расти цветонос. Вот только самое начало. Наша камбрия кальмонара. В цвету этот вот новый гибрид зигупиталума, который только пришел недавно, три недели назад из Германии. Четвертая неделя. Он еще продолжает цвести, хотя он потерял очень много корней, практически все свои листья. Но вот, к счастью, он мне дал маленькую детку. Я не знаю, видно ее вот здесь вот. Посмотрим. Буду надеяться, что все будет хорошо. Вот этот фаленопсис решил процвести. Он просто поставлен вот так вот в дырочку. Выдал много цветоносов. И вот у стены, у стены у меня, та детка дендробиума, мини дендробиума Нобили, которую мы с вами пересаживали. Она тоже решила процвести. Не хочет она зимнего отдыха, но никак. Эй, Джамиля, это вот такой вот дендробиум я вам послала. Я сниму его, когда он полностью расцветет. Мой анцидиум продолжает цвести. Как только он отцветет, я его обязательно пересажу, потому что там практически нет никакого грунта. Вот тот мини-анцидиум. Ну, уже назревают бутоны, собирается зацвести. По-видимому, через месяц. Наш ринхостилис наращивает очень хорошо бутоны. Сейчас покажу с другой стороны. Вот с этой стороны он еще больше. Его уже видно. Не нужно увеличивать. Вот этот красавец. Осторожно. Видите? Распускается. Вот то растение, которое тоже продавали под названием мельтония. Когда распустится, мы его проверим. Цимбидиум кора продолжает цвести, но это, видимо, уже последние дни его цветения. Да, он уже давно цветет. В сентябре я его купила, а он цвел с августа. И вот этот дендробиум нобили почему-то решил не устраивать себе зимний отдых. А выдает очень много бутонов практически на всех цветоносах. Температура у меня и влажность в данный момент, вот здесь на закрытом балконе, около 10 градусов и 55% влажности. Ну и вот здесь у меня уголок. Здесь тоже будут висеть орхидеи, потому что я практически все уже занесла. Нам Андрей прикрепил еще одну коряжку. Вот такой вот цвет. И, наконец, зигупиталум. Несмотря на свою болезнь, он у нас цветет и даже двумя вот такими красивыми ветками. На синие пятна не обращайте внимания. Когда мы его опрыскивали, раствор купороса попал и на цветы. Спасибо за внимание. Вот такая экскурсия ноября. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу довольствием. Спасибо за внимание. Продолжение следует...